Добрый вечер, друзья! Пятница, 18.00 по Киеву, и у нас итоги с Савиком Шустером. Савик, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, Леся, здравствуйте! Все те люди, которые нас видят и слышат. Ну что, сегодня день, которого мы ждали, в принципе, уже достаточно долго, и мы на него возлагали надежды, потому что, ну, вот сейчас, Савик, я у вас спрошу, насколько, как вы это оцениваете, но, в принципе, мы слышим последние дни и новости, которые идут. Это беспрецедентное военное вооружение, которое будет поступать в Украину, о котором официально объявлено. Разные страны Запада нам его дают. И вот сегодня, как многие характеризовали, Триумфальный Рамштайн – это заседание, которое в Германии вот сейчас буквально в эти минуты происходит. Я еще не видела финального комьюнике, поэтому я так понимаю, что оно еще и не закончилось. Савик, скажите, пожалуйста, начнем с этого или подождем еще, пока у нас будет больше зрителей, потому что кто-то еще не присоединился. Мы только начали. И на позже отложим разговор о Рамштайне и военной помощи Украине. Давайте тогда мы какие-нибудь такие другие темы обсудим. Это верно, потому что отрывочные сообщения поступают из Рамштайна. Сейчас центрально, сегодня, судя по всему, центральной темой была тема танков «Леопард-2», поставка их в Украину. Это все зависит от Германии, потому что Германия – страна-производитель и страна, которая оставила за собой право последнего слова. То есть, если кто-то, купивший, то есть приобретший эти танки, желает их передать на третью сторону или продать на третьей стороне, то они должны получить разрешение Германии. Вот это и есть условия Германии как производителя. И все упирается в это, по большому счету, потому что Польша свои «Леопарды» готовила было бы передать и не только Польша, и другие страны. Германия пока-пока-пока колеблется. И причины, почему это происходит, честно, очень сложно объяснить вообще, если возможно. Нет, конечно, возможно, если участвуют в Рамштайне. Ну, Польша, я хочу, чтобы мы эту тогда тему оставили. Она очень важная, она реальности. На сегодняшний момент, наверное, самая важная. Я хочу, чтобы мы оставили ее немножко на потом. Мы две минуты только в эфире. Нас смотрят уже 1602 зрителя на двух каналах. Мы начинаем, мы входим в наш стрим. И, друзья, присоединяйтесь, лайкайте это видео, подписывайтесь сразу на YouTube-каналы. Олеся Бацман, Гостяку Гордона, Дмитрий Гордон. И, Савик, давайте тогда я у вас спрошу, мы отложим сейчас Рамштайн и обязательно обсудим это. Я у вас спрошу, вот наш традиционный вопрос, которого мы обычно начинаем, это что на этой неделе вас потрясло больше всего или какое событие вы считаете самым важным, если это не Рамштайн? Нет, ну, это не Рамштайн. То, что меня потрясло, меня лично, то, конечно, то, что произошло в Днепре и, конечно, крушение вертолета над Броварами. И в итоге гибель и детей, конечно, да, что трагично. И людей, и вообще всего руководством Министерства внутренних дел Украины. Это такое неординарное событие и трагичное событие. Ну, а Днепр мы все знаем, это, конечно, это военное преступление, и сказать тут больше нечего, но трагедия, конечно, такая. Я думаю, что люди в Рамштайне все это должны учесть, и не только в Рамштайне. Я думаю, что во всех западных столицах, в принципе, это есть, это реально, это, ну, такое, такое, такое выпиющее преступление, да, нельзя позволять разрушать инфраструктуру Украины и убивать украинских людей. Так вот, безнаказанно. Вот, я думаю, что это вот, вот это вот украинские трагедии, вот это есть главная тема этой недели. Савик, а вы же знали лично и Дениса Монастырского, и Евгения Енина, может быть, еще кого-то, кто был в этом? Нет, я всех, я всех знал так или иначе лично, но я не могу сказать, что я их знал очень хорошо, да, что мы там часто встречались, или нет, этого нет. Но, конечно, я их знал, и я могу только, не знаю, выразить глубочайшие соболезнования и друзьям, и семье, и близким, и детям, и что-то сказать. Тут сказать, в принципе, нечего. Сейчас, 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 сейчас посмотрим, что нам даст комиссия, которая расследует это, было ли это диверсия, был ли это несчастный случай, то есть авария, что это реально было. Да, это было бы важно знать. Там опрошено огромное количество людей, расследование сейчас идет, оно активно идет, и, конечно, фантастическая трагедия, потому что, ну, потому что вертолет еще и упал на детский сад, то есть там, где детки. Это вообще, ну, невозможно даже, знаете, конечно. Да, хотя, судя по сообщениям, я не знаю, насколько это все подтверждено, что пилоты как раз, они пытались избежать падения на многоэтажный дом, и поэтому в итоге вот вырули так, что упали на здание поменьше, но это здание оказалось детским садом, в чем трагедия. Потому что детский сад двухэтажный там, а были вокруг многоэтажки, там девять этажей, и пилот, оценив, видимо, ситуацию, ну, я видела видео с очевидцами, которые это рассказывали, то есть они так посчитали, вот они так, это были их как бы свидетельства того, что пилот вот такое решение принял. Да, 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 да. Ну, смотрите, я не знаю, то есть, понимаете, мне сразу пришло, я вот, знаете, вот, ведь всегда ассоциирую что-то с прошлым, да, там, были ли в прошлом, в твоей жизни вот такие истории, такие случаи, да, которые, ну, вот, 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 ну, как бы тут сказать, обезглавляли там или министр ведомства, или правительства, или вообще государства. Вот, и я вспомнил, что вот, скажем, в Пакистане погиб вертолет с президентом Дзия-Уль-Хаком, генеральным штабом, посолом Соединенных Штатов, да, и, то есть, это явно была диверсия, это не была, то есть, там до конца, до конца даже еще и не дошли в расследование, но это, судя по всему, все же была диверсия, да, и не исключено, что это была советская диверсия. Польский самолет с Кочинским и всем руководством, да, который упал. Это то, что все явно помнят, это то, что случилось, судя по выводам, которые сделала комиссия в Польше, следственная, более того, по, судя по заявлениям официальных лиц, там не обошлось без России, и вообще это, это, конечно, если это будет доказано, это вообще жутчайшая трагедия, еще одно огромное преступление России. Ну, да, да, конечно, то есть, ясно дело, ну, вот, вот, поэтому у меня появились сразу сомнения, что это может быть, это может быть что-то такое диверсионное, потому что все руководство одного силового, ну, силового, мы их так называем, силового министерства, и в данный момент очень важного министерства, министерства внутренних дел, поэтому, как бы, ну, да, может, это авария, но мне как-то, как-то, вот, я не знаю, вот я вот эти два примера вам привел не случайно, что во мне есть вот эта вот диверсия, то есть теракт, грубо говоря. Ну что, давайте поговорим о том, что нам принес Рамштайн и что еще принесет. У нас сегодня на сайте Гордон вышла очень интересная большая публикация, где доступным языком расписано, какая военная помощь обещана, это все по тому, что уже официально известно, да, обещана в Украине, и там подробно приводятся характеристики разного вида вооружения, и почему они важны, и чем они отличаются от того, что у себя имеет Россия сегодня. Очень интересная публикация, я всем просто раджу, я всем советую пойти к нам на сайт и почитать. Савик, вот вы уже начали говорить о том, что чуть ли одно из главных, да, возможных наших приобретений с точки зрения того, что мы ожидаем и что нам важно получить, это танки «Леопард», которые производит Германия, и которые считаются в мире одни из самых универсальных, самых лучших, ну, может быть, Абрамсы американские лучше, ну, эксперты тут расходятся разные, говорят разные, но у Абрамсов там есть свои моменты с точки зрения топлива и обслуживания, леопарды более… Абрамсы, верно, верно. Да, леопарды более универсальные, но… Абрамсы, да, расходуют огромное количество топлива. Да, но вы уже упомянули то, что Польша, у которой леопарды есть, и в многих странах Европы есть, Польша готова нам их передать, но любому, кто их имеет, если это не Германия, нужно разрешение Германии, то есть производителя. Так вот, Польша в лице президента Дуды буквально вчера или позавчера, Дуда сказал, что даже если нам Германия, то есть Шольц, не даст разрешение передавать Украине, мы даже без разрешения сделаем важное и правильное дело. Вот он как-то так сформулировал, ну, то есть понятно, что они готовы, даже если будет табу от Германии, передавать нам эти танки. Сегодня на Рамштайне мы ожидали, что танки будут, что Германия выступит с этой, собственно говоря, даст это разрешение. Но пока, по предварительной информации, да, я видела заявление министра иностранных дел Германии, который сказал, что они якобы там не пришли ни к какому соглашению, есть разные мнения, но все говорят о том, что это значит, Шольц блокируют. Ну, Шольц, ну, Шольц же не один, это же там целый кабинет, целая коалиция, я думаю, что это более-менее коллективное решение. Значит, давайте это сейчас разобьем под темы. Первая тема – военная. Значит, военная тема, вот в самом начале, вы помните, еще где-то в марте, потом в апреле, потом в мае начались разговоры, что вот эта война показала, что танки уже это прошлое. Я помню, я даже это обсуждал с моими друзьями в Киеве, которые в вооруженных силах, да, что танки – это все, эпоха танков закончилась, что смотрите, что дживелины делают, там, да, там за 25 тысяч долларов ты уничтожаешь машину, которая там стоит миллион примерно, да, вот и танк сегодня – это уже прошлое. А в итоге оказалось, что совсем не прошлое, что хороший танк сегодня в условиях войны в Украине в качестве наступательного оружия, особенно наступательного, просто необходим, просто необходим, броня необходима. Значит, это военный аспект, и поэтому «Леопард» нужен. И «Леопард» – маневренный танк, плюс «Леопард», конечно, он использует, как вот мы только что говорили, половину из топлива, которое использует Абрам. Ну, а в условиях Украины – это важный фактор. Ну, в сегодняшней Украине топливо – это важный фактор. Значит, что касается Германии, я видел два заявления. Одно официальное, как вы говорите, министерство, я не помню, обороны или иностранных дел, они сказали, что мы предоставим Украине и дадим разрешение предоставлять Украине «Леопарды», когда получим консенсус всего Альянса. То есть, всех стран, входящих в НАТО. Другой – это уже источник, это я уже говорю CNN. CNN, они ссылаются на источник к германской стороне. Кто это, сказать сложно. И вот этот источник сказал CNN, что как только Соединенные Штаты начнут поставлять абрамсы, вот тогда Германия тоже начнет поставлять «Леопарды». Ну, это две немножко разные вещи. Я имею в виду консенсус коллективный и вот посмотреть на Америку, если Америка дает, то мы тоже даем. Как-то это странно. Я не знаю, что Германия обязательно связывает свои действия с действиями Соединенных Штатов Америки, имея в виду, что они уже потребовали консенсуса всего Альянса, а Соединенные Штаты согласны, и мы это знаем. Но, как правильно сказал Давосе, вот сейчас, когда он наступал в прямом эфире на Давосском экономическом форуме, он правильно сказал, что каждая минута, каждая секунда, то есть время – это очень серьезный фактор. Кто сказал, Савик, вы пропадали? Я говорю, Зеленский, на своем видео включении в Давосский экономический форум, он сказал, что проблема Европы и Запада вообще, это, ну, я сейчас очень коротко говорю, это вообще-то медленное принятие решения. Да, то есть эта война и ситуация, которая в Украине сложилась, она требует быстрых, очень быстрых решений. А Европа и Соединенные Штаты, то есть то, что, ну, коллективный Запад, хрен с ним, я так не люблю это название, ну, пусть будет коллективный Запад, принимают решения очень медленно, и это правда, и это правда. Найти консенсус между 30-ю и Венгрией, да, вы понимаете, да, что это будет не так просто, и я не знаю, насколько сама Германия занимается лоббизмом этого вопроса, то есть, да, настаивает, настаивает в двухсторонних переговорах, скажем, с другими странами, и настаивает на том, чтобы они согласились с такой позицией Германии, что она может передать танки Украине. Ну, понимаете, потому что у Польши не так много леопардов, да, все же в Германии больше, и было бы хорошо, чтобы Германия тоже передала, передала напрямую леопарды Украине. Такая ситуация. Почему я не могу это... Зеленский совершенно прав, что решение медленное, я понимаю, что коллективное решение, оно всегда медленное, но в данной ситуации это... Несомненно так. Савик? С интернетом у нас какие-то проблемы небольшие, я так понимаю. Да, у нас проблемы не с интернетом, да. Савик, хорошо. Ну вот, а если сейчас взять и в целом посмотреть на ситуацию с количеством военной помощи, тяжелой техники, уже про самолеты, разговор пошел, и Нидерланды сказали, что... Савик, слышно, нет? Да-да-да, да-да, я вас слышу. Да, то есть если сейчас мы возьмем ситуацию в целом с военной помощью от Запада Украины. Уже сегодня про самолеты зашла речь такая, ну, как бы уже фактически как решенную историю озвучивали то, что Украина может получить самолеты, да, от Нидерландов. Скажите, пожалуйста, вы считаете, насколько это может повлиять на ситуацию на фронте? И что дальше будет? То есть вот о чем мы говорили? О контрнаступлении весной украинской армии, о том, что россияне к чему-то готовятся, тоже копят силы, то есть к чему и что, к чему это может привести. И, собственно говоря, что нам еще нужно для того, чтобы дальше продвигаться? Ну, смотрите, то есть то, что нужно Украине, я думаю, что генерал Залужный более-менее перечислил, да, там я уж точно эти цифры не помню, там 500 танков, так далее, так далее, да, то есть я думаю, это и нужно Украине. Проблема сейчас в чем? А проблема сейчас в том, что Украине это нужно быстро, да. Вот проблема, проблема времени. Для Украины это проблема времени. Значит, в какой ситуации мы находимся? Мы находимся в ситуации, что вот только на прошлой неделе, скажем, украинская команда начала обучение работы с патриотами. Значит, обычно, сколько я знаю, серьезный курс работы с патриотом занимает где-то 12 месяцев. Ну, полгода они говорили, что... Ну, значит, они по сокращенной программе. Ну, окей, украинцы войны способны, талантливые, скажем, они это усвоят. Но все равно это 6 месяцев. Это по-любому 6 месяцев. Значит, пока это вооружение поступит, и пока оно будет размещено, пройдет много времени, и россияне все же какое-то количество ракет в месяц они производят, и, конечно же, да, это время, время опасное, время... С большим счетом Украина теряет, скажем так. Переходим к самолетам. Этот разговор уже длится там, я не знаю сколько. То были готовы передать F-16, потом F-15, да, сейчас... То есть Украина нуждается в авиации, и пилоты, насколько я понимаю, готовятся. И для пилота перейти с советского образца на F, ну, в общем-то, ну, я понимаю, что нужно меньше времени, чем, скажем, обучение на патриотах. Но все равно нужно обучение. Поэтому между принятием решения и еще как бы изменениями на фронте этому вооружению, да, проходит определенное количество времени. Этого времени у Украины просто, ну, нет этого времени. Надо решать эту проблему быстрее уже. Тем более, что Россия, конечно же, вот поставили Герасимова, мы это обсуждали со всех сторон, и все это обсуждали со всех сторон, интрига, не интрига против Пригожина, против Кадырова. Ну, это фигня, это, давайте так, это интриги. Но если посмотреть не с точки зрения интрижной, а с точки зрения военной, то когда начальник генерального штаба ставится еще и главой так называемой специальной военной операции, во-первых, это признается на конец, то есть я почти не сказал на конец, потому что официально они этого еще не сделали, да, но это уже признается войной, если начальник генерального штаба, он отвечает за эту операцию, вот, да, за все, то есть взаимодействие между равными родами войск и так далее, и так далее. Я сейчас опять не будем углубляться в детали. Это значит, что какие-то задачи стратегического плана перед ним поставлены. Значит, одна из них может быть перед российское контрнаступление. Да, мы говорим, очень многие военные эксперты говорят, что у России сегодня вот этого хардвера, да, чтобы идти в бой, у них нету ни, недостаточно брони, недостаточно всей передвижной техники, да, там на колесной или не колесной, значит, и вот, но Россия, но все равно, если Гайрасимов поставлен на такую должность, то есть ему дана еще... Савик. Так, у нас какая-то проблема с интернетом, но я надеюсь, что сейчас, сейчас Савик у нас отвиснет, потому что он немножко завис. Друзья, добрый день. Вот такая у нас обстановка, видите, света нет. Опять спасибо нашим русским в кавычках братьям, чтобы они горели в аду за все, что они для нас сделали хорошего в кавычках опять-таки. Вот сейчас сижу, подписываю для своего магазина мерча Гордон Шоп книжки. Вот уже, видите, вот такая лампочка у нас, вот такая, видите, как на батареечках. Вот уже 9 книжек подписал, у меня осталась 10-ая одна, вот такая вот, видите. Сейчас буду подписывать, чтобы видели, как это происходит, и знали, что это подписываю я, а не кто-то за меня. Я всегда делаю все сам. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот так раскрываюсь, вот так вот делаю, неудобнее было. Сейчас за что-то зацеплю красиво. Так, за планшетик. А что делать? Приспосабливаемся. Человек, такое животное, что ко всему приспособится. Сейчас вам покажу, как я буду эту книжку подписывать. Так видно будет, видно будет, да. Вот видите, как-то так. Всех победим, всех одолеем. Слава Украине! Итак, мы 23 минуты в эфире. Нас смотрят 8305 зрителей на двух наших YouTube-каналах. Друзья, спасибо вам большое. Значит, я пока... Савик сейчас... Я думаю, что так... Ага, да. Сейчас Савик перегрузит свой роутер. Может быть, все заработает. Я надеюсь, что мы справимся. Я пока сейчас проанонсирую то, что мы сегодня еще будем обсуждать. А обсуждать мы с Савиком будем заявление Владимира Зеленского о том, что Путина, возможно, уже нет в живых. И это тогда по-другому расставляет акцент. И, может, по-другому мы взглянем на ситуацию. Сейчас интересно, что Савик думает и что он знает о двойниках, которые... Ну, большинство экспертов сходится во мнении, что у Путина эти двойники есть 100%. Тут вопрос только в том, какие полномочия у этих двойников и кто же появляется и перед телекамерами, и на всяких службах, которые там Путин уже сам, да, со священниками центра в церкви, в храме мы помним на Рождество этот такой жалкий стрим, который они оттуда делали. Опять же, мы не понимаем, то ли это настоящий Путин, то ли нет. И почему Владимир Зеленский сделал это заявление именно сейчас? А мы помним, что Кирилл Буданов в одном из своих интервью, это несколько месяцев назад было, он рассказывал о том, что по данным украинской разведки Путин серьезно болен, что у него и онкологическое заболевание, еще ряд других заболеваний очень серьезных. Ну вот, собственно говоря, я сейчас хочу услышать мнение Савика, что это значит и как он это объясняет. Потом мы обсудим с Савиком учения в Беларуси, которые сейчас происходят. И в связи с этим, в том числе заявление Станислава Белковского, который написал о том, что у Лукашенко появилась преемница. Неожиданная информация, учитывая то, что Лукашенко явно власть не собирается отдавать. И мне кажется, что единственный вариант, когда он себя не рассматривает во главе Беларуси, это вариант, когда он уже лежит вперед ногами в белых тапочках. И то после этого он явно хочет, чтобы страной руководил его сын Коля, которого он, начиная с, не знаю, мне кажется, с двух- или трехлетнего возраста, но вот если у нас сейчас есть среди зрителей белорусы, они нам точно скажут, но вот с пеленок буквально он своего младшего сына с собой везде берет на все абсолютно официальные государственные мероприятия. Так, мы обязательно обсудим статью в New York Times, которая говорит о том, что США готовы помочь Украине атаковать Крым. А если это так, это кардинально меняет, опять же, и расклад сил, и, возможно, и ход войны. И я хочу у Савика спросить, что он об этом думает. Также мы хотим сегодня поговорить с Савиком об интервью, которое Борис Джонсон давал «Европейской правде», где он в том числе сказал, что Путин никогда не использует ядерное оружие, даже если Украина добьется очень больших военных успехов, и если Путин будет загнан в угол. Ну, собственно говоря, он развеял тот миф, или, давайте скажем, одно из мнений, которые бытуют на Западе, о том, что Путина лучше не загонять до конца в угол, потому что, мол, загнанная в угол крыса использует любые средства, чтобы или выжить, или сделать так, чтобы за собой потащить на тот свет всех остальных. В данном случае, учитывая, что Путин обладает ядерным оружием, все боятся применения этого ядерного оружия. Так вот, Борис Джонсон сказал, что Путин никогда его не применит. Так, Савик у нас появился, я вижу. Отлично. Извините, я и перед зрителями, извиняюсь, что-то произошло технически и перед вами вам тут пришлось. Все хорошо, Савик. Я пока, вы исправляли неполадки с интернетом, я пока рассказала, что мы планируем еще сегодня обсудить, какие у нас темы на порядку денному. Итак, 28 минут мы в эфире, друзья, 9456 зрителей на двух YouTube-каналах. Савик, ну что, я вам сейчас дам цитату Владимира Зеленского, который сказал, я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой. Он ли принимает решение, или кто-то принимает другой. Почему Владимир Зеленский это сказал? Я вот уже тут сказала нашим зрителям, особенно в контексте информации Кирилла Буданова, который говорит еще несколько месяцев назад о том, что по данным украинской разведки Путин очень болен, у него и онкология, еще ряд сопутствующих заболеваний, плюс постоянно появляющаяся информация о том, что у Путина есть двойники, и их несколько, и в принципе, ну, мне кажется, об этом уже даже никто и не спорит, даже те, кто не любит конспирологию, они признают, ну да, у Путина есть двойники. И тут вдруг Владимир Зеленский выходит с вот таким заявлением о том, что, возможно, Путин уже мертв, а управляет, собственно говоря, Россией тогда кто? Почему это было сейчас сказано? И насколько вы рассматриваете вероятность того, что Путина уже нет в живых, а мы видим двойника? Вы видите, я немножко улыбаюсь, не потому, что это спешная новость, а я улыбаюсь, потому что итальянское радио, там, радио Вентикватор, которое обычно мне звонят, когда что-то происходит в Украине, и они читают, это важно знать для итальянского общественного мнения, значит, они немедленно мне звонят. Вот они уже два с лишним месяца мне не звонили, видимо, для них в Украине ничего такого не происходило, все происходило, конечно же, в Италии, да, самое важное в мире. Вот, а вчера вечером взяли, позвонили и сказали, срочно сегодня утром можно вас, пожалуйста, в эфир, и, конечно же, что, какой вопрос, вот почему Зеленский сказал, что Путин может быть и не жив? Так. Ну, я, да нет, я говорю потому, что, понимаете, это такие заявления, которые сразу привлекают огромное внимание. Но Зеленский же сказал это в контексте, ему же задали вопрос по поводу переговоров, и он говорил, а с кем эти переговоры вести? Один день они говорят, что они хотят переговоры, а на следующее утро они бомбят жилые дома. Путин, мы его видим на хромакее, то он жив, то жив или не жив, мы даже не знаем, кто принимает решение, не знаем. Но, в принципе, он в этом контексте, да, то, что переговоры непонятно даже с кем вести, да и о чем вести. Поэтому вопрос, который задается, он как бы не имеет никакого смысла, да. А, конечно, я итальянским слушателям рассказал про, попытался рассказать про двойников, это, конечно, абсолютно шокировало ведущего, то есть, ну как, у президента ядерной сверхдержавы двойники, это же ужасно, я говорю, ну, слушай, есть традиция такая, вот есть традиция такая у ФСБ делать двойников, вот есть такой... Ну, у Сталина они были, они у всех там были, да, у всех генских. Да, я не... То есть, на Западе, я реально не слышал, что вот таких случаев, что был какой-нибудь там американского, французского президента или там канцлер Германии были двойники, я никогда этого не слышал. Так, знаете почему? Они просто не успевают их вырастить, потому что, ну что там, на один срок максимум на два, это же время надо, операции. Вы совершенно правы, да, совершенно правы. Потом, значит, сейчас якобы у него два двойника в данный момент, один из них так хорошо подготовлен, что у него даже голос совпадает с голосом Путина и интонация совпадает, другой немножко меньше, поэтому его посылают, мол, на такие мероприятия, где надо двигаться, но не говорить, а второго посылают куда, где надо и двигаться, и говорить. Вот. Но жив ли Путин или нет, ну, это был, конечно, жив, ну, понимаете, жив. Я думаю, что они бы не дошли до такого маразма, что держать его где-нибудь там в тайне мавзолея, и вести коллективную политику вместо него. Нет, это нет, это нет, это я не верю. А эти обязанности двойниковы, они заканчиваются только выходами в свет и государственными приемами или в частной жизни, там, условно говоря, к Алине Кабаевой зайти, там, не знаю, еще что-то сделать, это тоже в их обязанности входит, иногда заменить. Не, ну, я думаю, что все же женщина, ну, вы же, вы же женщина, вы же, наверное, лучше это понимаете. Да, то есть, как, как отличить одного мужчину от другого, я, ну, в принципе, я думаю, что... У меня не было опыта с двойниками, Савик. Нет, я имею в виду, ну, все же как-то вы, ну, вот, мужчину, с которым, ну, вот вы с Димой, вы все же, ну, как бы, вы его отличили бы от двойника? Только они мои единственные и неповторимые, ну, какие могут быть двойники? У него был бы двойник, у вас какие-то, ну, какие, я не знаю, там, родинка какая-то, где, родинка где-нибудь, там, ну, что-нибудь такое, понимаете, которое вдруг есть, а потом нет, или наоборот, нет, а вдруг есть. Я имею в виду, родинка вот такая какая-нибудь. Не, я думаю, что женщина все же бы отличила, я думаю. Но с точки зрения политической, это, конечно, то есть, я думаю, что Зеленский вчера сделал политически, ну, такое, ну, в общем-то, дерзкое заявление, дерзкое, и по большому счету правильно. Ну, правильно, ну, с кем ему вести переговоры? Ну, с кем? И при этом, я уж там про условия не говорю, ну, реально, ну, с кем? Вот с кем? Ну, что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот, посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная, вроде, чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите, вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Да, вы, наверное, я не знаю, вы заметили в Украине и обсуждали ли вот это интервью, якобы интервью Патрушева аргументом и фактом, которое такое, программное интервью, можно назвать его манифестом. Потому что это не интервью, это явно написанное интервью. Вот с моей редакторской точки зрения это написанное интервью, потому что так хорошо Патрушев говорит и сложно не умеет. И это такое программное абсолютное интервью, которое, в общем-то, не оставляет никакого пространства для переговоров вообще. То есть он в этом своем тексте, в своем манифесте, наоборот, он готовит население России к тому, что это решающий бой. Да, что, в принципе, мы этот мир разрушим и новый мир построен. Да, это чистый интернационал такой, да, то есть только из уст человека, который может разрушать все, что угодно, кроме собственных дворцов, да, наверное, который он разрушать не будет, я так полагаю, но все остальное разрушить он готов. Но вот это вот такая необольшевизм, да, со стороны, ну, реально, необольшевизм, вот такой, да, то, что вот новый мир построен, вот этот мир, этот мир не хочет нас, мы этот мир тоже не хотим, да, и мы этот мир какие-то переговоры. Савик? Нет, опять я вернулся. Не-не, вы есть, да, 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 Савик. Немножко было не слышно, ваши последние только слова. Я говорю, вот, да, имея в виду то, что сказал Патрушев, да, то я тоже не понимаю, с кем вести переговоры никак, на какую тему, да, но я говорю, это стоит, стоит этого, прочитать это интервью в аргументах и фактах, только потому, что оно абсолютно программное. Это не то, что, вот я сам задавался вопросом, ну, Путин ведь тоже говорил много раз, что Россия валюет не против Украины, а против Запада, против, против всех этих людей, которые хотят заставить, там, не знаю, Украину, то есть, и Россию, самое главное, Россию, там, жить, родитель номер один, родитель номер два, в общем, ну, вся вот эта вот гомеофобия, которая вылазит, она вылазит и у Путина, она вылазит и у Патрушева, но не в этом дело, это, во-первых, это выбор времени, что очень важно, как обычно, вот это интервью появляется, это первое интервью 23-го года, это вот намерение, это стратегический манифест, да, мы готовы разрушить мир, да, вот мы, мы готовы, мы с вами жить не хотим, вы нас не хотите, ну, и мы вас не хотим, ну, 38 минут в эфире, 12 220 зрителей у нас на двух YouTube каналах, друзья, спасибо, лайкайте это видео и подписывайтесь, все, кто еще не подписан, Савик, вот в контексте того, что вы говорите, а вы видели несколько дней назад интервью Андрея Иларионова, где он сказал, что Россия готовится в любой момент сейчас начать еще более широкомасштабные военные действия и вот, мол, сейчас начнется еще что-то более страшное со стороны России, что вот были совещания в декабре, в октябре у Путина, где вот он решил не останавливаться. Ну, вы понимаете, там Путин решил, Путин не решил, мы уже видим, вот он решил 23 февраля, ну и что, да, провел он парад на Крещатике, не провел, поэтому там Путин решил, или Путин не решил, мы видим, от этого решения уже не так и много, что зависит. Найдут ли они полумиллионную армию, которую они смогут одеть, обуть, вооружить и бросить в Украину просто вот количеством взять, ну, я не знаю, способны ли они на это, я не думаю, что это такой быстрый процесс, что вот, нет, я думаю, это же, они могут это сделать, они могут, они могут, то есть, о чем идет речь, чего хотят эти турбопатриоты, ну, типа, мы говорим, когда там, особенно там про Гиркина или там про других военкоров, да, чего они хотят, они хотят ведения военного положения, вот, да, по всей стране, с тем, чтобы военное положение, это главное, чтобы фабрики и заводы начали работать на армию, да, и даже вот они приводят, Гиркин приводил там пример, там консервная фабрика становится фабриком ручных гранат, там, да, кто-то производит патроны, там, меняет свое производство, в принципе, вот вся экономика, она идет на войну, идет настоящая мобилизация, не вот эта частичная, какая-то или никакая, да, и вот, но вы понимаете, это все такое, это мечты, они, они как-то, младшего офицерства нет, инструкторов нет, даже говорят, что они, они, у них... Савик? Так, опять у нас проблема с интернетом у Савика, но надеемся, что он быстро ее починит. друзья, я пока могу повыводить ваши комментарии, вот, то, что вы тут нам пишете, сердечки, жовто-блокитни, шлют, спасибо, кто-то пишет, я за военное положение по всей РФ, вы, вы, наверное, за такое положение, будучи вне РФ, судя по всему, так, хорошо, ну что, мы сейчас подождем, пока Савик опять перегрузит интернет, и я тогда продолжу, я вам еще немножко дам анонсов, о чем мы сегодня с Савиком будем говорить, потому что вот как раз сейчас подошли к самому интересному, и Савик нам, собственно говоря, расскажет об этом, но дальше, кроме... О, Савик появился, я даже еще, по-моему, не успела, не успела перейти к анонсам, Савик. Какая-то сегодня у нас такая черная пятница. Диверсия просто, диверсия, понятно, с какой стороны. Хорошо. Савик, то есть вы считаете, что желание у них есть к тому, чтобы вести затяжную войну и бросить туда все силы, но возможности реальных это сделать у них нет. Да, я пока вижу так, что у них возможности у них нет в данный момент. У них нет. То, что они к этому могут готовиться и то, что они, скажем, где-нибудь даже, не знаю, в марте, в апреле могут уже быть готовы к чему-то такому, да, а в эти месяцы просто вот, да, производить ракеты и стрелять по Украине, как они стреляли по Днепру, да, то есть, ну, это мы можем предположить, да, вот, вот, что-то в этом роде, да, можно предположить, но я думаю, что украинские генеральные штабы, украинская разведка и разведка НАТО, и я думаю, что они, 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 они очень много чего видят, и они знают, где угроза, и да, вот сейчас я думаю, что в этом нет никакого сомнения, мы уже не, 22 февраля, да, все же, все же почти год прошел, поэтому никто не наивен, я думаю, что даже если они готовят, им будет очень, то есть, я думаю, что им будет, ну, взять Киев, я вообще это даже себе представить не могу, но, но, как они хотят, то есть, как я слышу, вот этих военкоров, как они говорят, вот дойти до Днепра, там, а потом уже, там, да, эти, да, украинцы сядут, сядут за стол переговоров по-любому, ну, вот, ну, это вот, вот это их мечты, да, это их, да, вот тотальная война, тотальная война. Сегодня Соловьев орал у себя в эфире, причем у него, видимо, припадок был, потому что он прям, ну, вот истерика, я по-другому назвать не могу, что нужно срочно идти русским танком на Берлин, входить в Берлин, входить в Париж и не выходить оттуда никогда больше, а то, мол, вот сделали тогда там ошибки, вышли, не надо было этого делать, надо сейчас исправлять и идти туда. А что, это потому, что у него закрыли шенгенскую визу, или что? У Соловьева, я имею в виду. У него же вроде в Италии, в Италии имущество отобрали. Да, да, ну, так вот, я думаю, что и визу у него, у него, у него это. Видимо, он изобретает способы, как вернуться, посмотреть, что его там вилы делают, может, на танке думает, получится. Я думаю, что, скорее всего, так. Мечты, мечты. Да, скорее всего, так. Но, понимаете, вот с одной стороны мы можем шутить, шутить, но я говорю, это, то есть, это центральное телевидение, это единственный сегодня возможный источник какой-то информации, да, ведь, вот, если мы подумаем о российской глубинке, ведь в российской глубинке ничего вообще нет, да. Я понимаю, что и в украинской, там, еще в мирное время, тоже там, ну, телевизор, это был, там, основной источник информации и развлечений, да, но в России, ну, в России вообще, то есть, вот в России, кроме телевидения, нет ничего, вот если мы уйдем от Москвы и Санкт-Петербурга, вот нет других источников информации. А Ютуб, но Ютуб пока есть, Ютуб пока есть, это верно. Я сейчас вам скажу по поводу Ютуба. Дело в том, что, видно, он таким припекает Ютуб, потому что Пригожин очередное сделал скандальное заявление, он выступил с тем, чтобы закрыть Ютуб в России, причем немедленно. Более того, все, кто после закрытия будет продолжать смотреть Ютуб, их нужно будет судить, а причину, какую он назвал, что нужно срочно закрывать Ютуб, это чтобы русские не смотрели там Гордона и Фейгина, потому что они смотрят и, собственно говоря, это на них, видимо, плохо действует. Может, скрепы лопаются, может, в мешки полиэтиленовые черные мобики не так укладываются не с таким удовольствием после этого. Не знаю я уж, как это влияет, но тем не менее. Ну, слушайте, есть в этом его заявление пригоженная положительная сторона, значит, есть люди в России и в большом количестве, которые готовы слушать там Фейгина, Гордона, слушать другую точку зрения, то есть нет, не даже точку зрения, а другую информацию, ведь информации-то никакой вообще, то есть, понимаете, вот они творят зверства, об этих зверствах нет никакой информации вообще, так, если есть такое количество людей в России, которые любопытны по меньшей мере, да, и ответственны, чтобы пытаться знать правду, и они ее узнают через YouTube, и их много, и поэтому Пригожин хочет закрыть YouTube, то в принципе это и хорошая новость тоже, значит, в России есть большое количество людей со своим мнением, которые не верят официальной информации, А еще он сказал о том, что Гордон и Фегина смотрят те в Кремле и те из власти, которые хотят первыми договариваться с США, которые первыми упадут на колени, если Россия проиграет, и, мол, это первые они слугами станут США, поэтому они выступают против закрытия YouTube, потому что им важно еще сейчас вот это это слушать и это знать, то есть это еще нам говорит о том, что там в окружении Путина может такие тоже есть те, кто готов его вынести вперед ногами. Ну, Леся, вы же знаете, то есть это еще советская традиция, то, чего нет у народа, обязательно не должно быть у власти, то есть они отрежут интернет, то есть YouTube всем, кроме Кремля, поэтому я в этом, да, или там и ФСБ, у них-то YouTube будет, да, но я не знаю, вы понимаете, то есть я думаю, что Пригожина больше, понимая более-менее, что может его волновать, вот, что может его тревожить, это скорее не обитатели Кремля все же, я думаю, что это люди подлежащие мобилизации, которые его волнуют немножко больше, если молодые люди, которым надо идти в армию или есть такая возможность, что их обязательно мобилизуют, то им лучше знать правду, куда они идут и куда их направляют, и где они, наверное, не наверное, с большой долей вероятности могут и погибнуть, и получить пожизненное ранение, да, то есть им-то надо знать, куда они идут, вот если эти люди реально пытаются найти другие источники информации, то есть какая-то надежда в Украине, что у них и с мобилизацией будут огромные трудности, да, я так пытаюсь это объяснить, а что касается кремлевских, которые смотрят ютуб и готовы идти на переговоры с Америкой, нет, это такое мифологическое заявление, кто им даст вести переговоры с Америкой. Савик, про реальные вещи, ни заявления, ни мифологию, появились, много появилось фотографий из Москвы, где на крышах жилых домов, кроме того, даже на крыше Министерства обороны русского, мы видим машины, средства ПВО, панцирь поставили везде, даже вот буквально перед эфиром я увидела картинку, но мне кажется, это как раз уже дорисованная история, панцирь, который стоит прямо на мавзолее, то есть над этим анумией Ленина. Что это? То есть Путин от взять Киев за три дня уже готовится и понял, что как бы Москву не взяли? Ну, я думаю, если у них есть информация, что Соединенные Штаты готовы уже предоставить более, то есть более, боеприпасы более, как бы сказать, дальнобойные, и это может долететь до Красной площади, это может долететь до Москвы, то я понимаю, что они начинают немножко тревожиться. Но, смотрите, скажем, в Сеуле на очень многих крышах стоят пулеметы, которые способны сбивать дроны, к примеру. есть много вот таких защитных совершенно элементов в городе, в городе на высотках, в Сеуле, в Сеуле, в Южной Корее, потому что рядом Северная Корея, и они всякое могут придумать. Сейчас Путин, Путин или не Путин, или Собянин, или мэр Москвы, или кто-то еще в его окружении, или этот Совет Безопасности, вот они решили так защитить Москву. Ну, значит, они чувствуют, что скоро-скоро Украина начнет достреливать до Москвы, и тогда эта война уже придет в столицу. Я думаю, так. Я тоже видел те же самые фотографии, что и вы, и читал тоже сообщения, только не знаю, мне как-то оно, понимаете, это все, с одной стороны, оно кажется таким глупым, то есть, что ты за Москву боишься, украинцы в Москву не пойдут, потому что нафиг им эта Москва сдалась. Да, то есть, ну, если вы думаете, что НАТО в Москву пойдут, ну, тогда, тогда, видимо, не знаю, вы готовы тогда применить ядерное вооружение, потому что иначе Запад не пойдет вот по симптомам сегодня, по их поведению, по их, как говорят, боди-лянгвичу, вот там есть такое выражение, да, вот их политиков, да, вот я пока не вижу большого желания, кроме там поляков и балтов, да, участвовать в кампании в Украине, но если пойдет тактическое ядерное оружие, то тогда, конечно, НАТО вдвинется и до Москвы, я не знаю, может и дойти, может быть, понимаете, это такая сюр-ситуация, вот сюр, они, они, они не знают во что надеть и обуть этих мобилизованных, а в Москве они ставят ПВО, ну, понимаете, вот это же, то есть, ну, объясните эту логику, я, 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 не могу. То есть, вы, вы говорите о том, что появление систем ПВО в Москве на жилых домах и на военных объектах для вас скорее означает то, что Путин готов применять тактическое ядерное оружие. Ну, я бы сказал так, потому что другой угрозы я не вижу, понимаете, то есть, я вот, я не вижу такой угрозы, то есть, чтобы вот сейчас у Украины, у ВСУ, ну, я не думаю, что сегодня стоит задача ударить по Москве. Я думаю, что есть проблема Крыма, есть проблема Донбасса, есть, есть, есть проблемы, которые надо решать. Создать, создать такую ситуацию, чтобы россияне, то есть, жители России чувствовали тяготы этой войны, то не обязательно стрелять же по Москве, то есть, можно стрелять и по другим городам, да, и они ближе, ничем не менее существенные, там же тоже люди живут, но, видимо, российское руководство озабочено только Москвой, но, смотрите, ну, вот, они опасаются, что украинская артиллерия может начать обстреливать Москву, ну, как-то, понимаете, ну, не знаю, я, как-то мне в это не верится, что они сейчас, понимаете, есть другие приоритеты у российской армии, чем защищать Москву, так, то есть, ну, не реально. Какие могут быть приоритеты, кроме того, что нужно тело Путина защищать? Ну, тело Путина, во-первых, хрен его знает в Москве он или нет, где он вообще обитает и находится, но я не это имею в виду, я, да, я понимаю, что надо защищать Москву, это столица, это, просто для меня это какая-то, какая-то бредовая новость, понимаете, что они вдруг стали устанавливать ПВО в Москве, да, когда они уже, я не знаю, какой месяц берут Бахмут, да, то есть, и вообще, и со своими, со своими солдатами просто ведут себя как с пушечным мясом, да, а тут внезапно они будут защищать население, я, то есть, ну, ПВО, ну, Леся, для меня это реально, это какой-то сюр, это сюр, а если вот ядерное оружие, ну, тогда другого рота, да, тогда, но мы это поймем, мы это поймем, ведь недостаточно ПВО поставить, правильно, надо тогда проводить, надо проводить тогда учения с населением, надо делать. А они проверяют все время бункеры, ну, не бункеры, эти бомбоубежища в Москве, то есть, это вот прям сейчас волнами у них там идет. Ну, значит, я боюсь, что это не столько их страх перед украинской артиллерией, сколько их страх перед ответом НАТО, если вдруг они решат все же прибегнуть к тактическому ядерному оружию. На днях Борис Джонсон дал интервью Европейской правде, где он сказал о том, что Путин никогда не применит ядерного оружия, потому что его предупредили со всех сторон очень недвусмысленно, и он сказал, что он все понял, Путин, и призвал в этом интервью не бояться Запад, Америку, страны Европы, давать Украине все вооружение, которое ей нужно, включая танки, самолеты и так далее. Ну, я думаю, что Джонсон прав. Я думаю, что он прав, что не надо абсолютно обращать внимание на вот эту, 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 эту попытку запугать, да, хотя ее сейчас и нет, то есть сейчас, сейчас они уже ядерными, этими своими боеголовками они не размахивают, но я тоже думаю, как и Джонсон, что совершенно не надо вообще этого бояться, продолжать поддерживать Украину, как, немножко, немножко интенсивнее, немножко побыстрее, вот как-то научиться принимать решения побыстрее, когда речь идет о жизни и смерти, все же надо принимать решения быстрее, это не, это не строительство, там, моста или, или, там, электростанции, это, это, это наоборот, это жизнь людей, и жизнь людей надо защищать, и решения принимать быстро, все, вот это, тут Джонсон совершенно право. Ровно час мы в эфире, 15762 зрителя на двух каналах нас смотрят, спасибо, друзья, и Нью-Йорк Таймс вышла с большой статьей, они говорят о том, что США готовы помочь Украине атаковать Крым, Байден уже не против того, чтобы Украина освобождала и шла конкретно на Крым, вот что журналисты написали. Леся, мне так, то есть, я считаю, что Крым, Донецк и Луганск надо будет возвращать в Украину очень деликатно, я вот так думаю, да, не резкими боевими действиями, потому что все же, ну, Крым, мы знаем, что Крым еще в украинские времена был достаточно пророссийским, и эти люди, я думаю, что все равно там останутся в большом количестве, а Луганск и Донецк уже, если вы думаете, что дети, которые родились в 14-м году, в 21-м до войны пошли в школу, и они другого, чем вот тот Донецкий, тот Луганск, в котором они живут, они не знают, да, то какая позиция взрослого населения, мы тоже не знаем, потому что опросов там не было, допущены, мы туда не были, это была закрытая совершенно зона, да, терроризируемая или нетерроризируемая, ну терроризируемая, насколько мы знаем, да, и регион, то есть города, из которых очень многие уехали, да, это вот, да, и хотелось бы, что, конечно, чтобы население все же этих городов, бывшее, до 14-го года все же вернулось, потому что эти города надо будет, да, так я думаю, что вот эти три места будут очень сложными для, для, для Украины, это, вот это военно-политическое решение очень серьезное, да, то есть вот, вот эти три, с моей точки, это надо очень деликатно, очень-очень деликатно забирать Крым, то есть возвращать Крым и Донецк с Луганском. Савик, ну а как деликатно, ну, ну, в смысле, политическим решением, ну, а как это получится, военным решением, ну, тогда, тогда это военное решение, то есть, если мы говорим, что у нас альтернативы нет, мы должны выйти на наши законные границы, то есть, чтобы закончить войну, чтобы наступил мир, мы не можем ничего дарить агрессору, потому что он опять пойдет дальше. Нет, это верно, это правильно, то есть, но, вот, предположите себе ситуацию, да, вот, входит украинская армия, скажем, в Донецк, да, и, вот, сначала окружает, да, вот, да, и потом, потом входит, выдавливает противника и входит в Донецк, и там начинаются всякие такие подпольные действия, такие антиукраинские местного населения, там, да, начинаются какие-то проблемы, да, и тут приходится, приходится просто прибегать к очень жесткому закону военного времени, да, то есть, открывать огонь, к примеру, да, вводить комендантский час, ну, знаете, это, 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 это все надо продумать и проработать до, я же не говорю, что это не надо делать, да, это надо делать, но просто надо понимать, что это надо делать иначе, чем, скажем, в том же Мелитополе. Вот эти три точки, то есть, Крым, Луганский, Донецк, там в каждом случае... Савик. Так, опять у нас немножко с интернетом что-то у Савика. Сейчас мы подождем. Савик, я говорю, реально, Черная пятница, извините, пожалуйста, друзья, но бывает, все бывает. ну, входить, отрубать все русское телевидение, возвращать туда вообще голос правды, вы же сами понимаете, насколько важна обработка, потому что, ну, те же дети, о которых вы говорили, или подростки, они просто другого не помнят, поэтому им просто нужно будет давать, вот, они же отравленные, другим, поэтому понятно, поэтому им нужно их напитывать, их надо лечить, напитывать, другим наполнять, включать экономику, ну, и, собственно говоря, ну, как, ну, есть же, есть же примеры, это же в этом смысле, это не уникальная история, есть другие исторические примеры с другими странами, есть планы, есть работа, ну, а как? Верно, верно, я думаю, что все равно, вот смотрите, да, так скажем, вот возьмем тот же Крым, да, вот Крым, там, вот там сейчас действуют российские, действуют российские законы, ну, российские законы, это тоже такое, да, преступно захваченная территория, Россия навязывает свои законы, конечно, да, но все равно они живут по этим законам, в обращении у них рубль, и, да, и все равно должен будет быть переходной период, значит, как будет происходить, вот как будет происходить возвращение украинского закона, украинской экономики, украинской финансовой системы, в Крым, это будет все равно постепенно, это, это, наверняка, да, не то, что ты можешь вести войска, да, оккупировать город, повесить украинский флаг и завести сразу новую администрацию, я не уверен, что это, что, что, что это так, вот, это надо будет делать, или же, если, понимаете, или, если считать территорию Крыма, понимаете, вот это сложно, это враждебно, потому что, в принципе, да, это, 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 в данный момент, если взять, черноморский флот, откуда, откуда, откуда стреляют, стреляют снаряды, да, и, 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 и ракеты, то, в принципе, это враждебная территория для, для Украины, Украина может, спокойно применять любые военные действия против Черноморского флота, но, с другой стороны, вот это, как бы, военная сторона и гражданская стороны, то есть, военная даже проще, чем, чем гражданская, в этом смысле. Сегодня Вашингтон пост вышла с большой статьей о том, что на прошлой неделе был визит, тайный визит главы ЦРУ Бернса в Киев, и он встречался с Владимиром Зеленским, ну, в том числе со своими коллегами в Украине. Вот, когда Бернс приезжал в Киев, опять же, тайно, в январе, по-моему, это было, да, 22-го года. Да. После этого началось широкомасштабное уже вторжение, широкомасштабная война. Потом Бернс еще был в Киеве, по-моему, в ноябре, да, если я не ошибаюсь. На фронте после этого тоже происходили события, мы их помним. Что сейчас, вот с чем, как вы думаете, почему Бернсу нужно было лично приехать, о чем он говорил, что они обсуждали, и что это может значить? Какие события у нас впереди? Мы можем только предположить, потому что вы помните, даже тогда в январе, ведь сначала он поехал в Москву. Он в Москву поехал, по-моему, в ноябре 21-го, если я не ошибаюсь. А потом он приехал уже в Киев. Да. И начались разговоры среди разных экспертов, что вот Бернс поехал договориться, да, чтобы договорился, он договорился, договорился. А потом в итоге, когда вот месяц, что-то с лишним, вышла там большая расследовательская статья в Нью-Йорк Таймс, что оказалось, что этот визит был визит предупредительный, потому что когда Бернс сказал путинцам, что если вы начнете войну в Украине, то последствия будут серьезными, что мы реально будем делать то, что, в принципе, они сейчас делают. И я думаю, что в Киеве он подтвердил это, что мы за вами стоим и всячески будем на вашей стороне в Киеве. Значит, вот сейчас загадка, либо они знают что-нибудь о планах России, либо это координация каких-то действий вместе с Украиной. Я вот как бы, вот таких два предположения можно сделать. Я не знаю, я не уверен, что там есть еще какие-то, понимаете, ведь у ЦРУ может быть очень много общих тем, как ни странно. Понимаете, то есть Бернс совершил вот до этого визита в Украину, по-моему, до секретного визита в Украину. CNN пишет secret visit, то есть секретный визит, что придает этому такую, знаете, такую ауру вообще, вообще он не понимает. Еще больше хочется узнать, о чем же они там говорили. Да, но перед этим он был в Ливии, скажем, да, это был тоже достаточно такой противоречивый визит, потому что он встречался как бы и с правящим классом, и с оппозиционным классом, и непонятно сейчас, какие планы у Америки по отношению к Ливии. И, в общем, европейцы немножко там, скажем, этим стревожены, потому что их никто не предупреждал об этом визите в Ливию. Ну, понимаете, я почему привожу пример Ливии, потому что вот все гадают, понимаете, вот гадают. Возьмешь одну газету, ну, куда пишут люди, конечно, которые очень, ну, эксперты, люди, которые хорошо знают там и ситуацию в Ливии, скажем, если я уже говорю про Ливию и про ее историю, и про то взаимоотношения, которые сейчас сложились в стране, да, и все равно все же это гадание, потому что ты до конца не знаешь. Да, это только руководство знает. Вот почему приезжал Бернс и с каким месседжем. Может, они знают что-то о российском контрнаступлении. Но я думаю, что если это было бы так, то что-то бы просочилось в публичное пространство. А публично ничего такого пока со стороны ни Штатов, ни Великобритании, и НАТО вообще мы не слушаем. Так что я вот тут сложно, сложно гадать, почему он приехал. На фоне учений, которые сейчас происходят в Беларуси, совместно российско-белорусских, тревога опять воздушная каждый день в Украине. Кстати, один из самолетов, который поднялся в небо, вчерашний, по-моему, сегодня нет, сразу же загорелся там мотор. То есть самолет, несущий ракету, большой он, в общем, тут же вынужден был аварийно сесть. Так вот, на фоне этого сегодня Стас Белковский написал, что у Лукашенко появилась преемница, вероятно, как он считает, на посту президента Беларуси. Тихановская? Нет, Тихановская – это законная преемница. Учитывая, что Лукашенко занимает этот пост незаконно, то это получается незаконная преемница незаконного Лукашенко. Зовут ее Наталья Качанова, это спикер в верхней палате белорусского парламента. Вот она там поехала в какую-то предвыборную кампанию, ну, то есть в какое-то турне по Беларуси, где ее сопровождает вся местная пресса, они это освещают, они об этом пишут, там целый штаб политтехнологов работает. Что это может быть? Ну, Лесь, вы же знаете мое вообще отношение к сегодняшней Беларуси. Я считаю, что Беларусь сегодня оккупированная страна полностью совершенно, что никаких решений таких очень серьезных, с моей точки зрения, Лукашенко не принимает. Надо было забрать у него оружие, забрали у него оружие, потому что не хватало российской армии. Надо было превратить страну в полигон, превратили в полигон, потому что надо, да, надо будет идти на Киев из Беларуси, пойдут из Беларуси, у него спрашивать не будут. Я тут читаю, что вот он там, да, он добился от Путина, что белорусская армия пойдет во втором эшелоне. Ну, я говорю, вот всерьез. То есть сидит Лукашенко и Путин, то есть, ну, вообще-то они уже даже и не сидят вместе, они уже могут лежать вместе. Значит, вот, сидят Лукашенко и Путин, или лежат, что они там делают, и переговариваются, да, и переговариваются. Он говорит, Путин говорит, я хочу из Белоруссии напасть на Киев. Ну, хорошо, говорит ему Лукашенко, нападай на Киев, но я, но я без тебя нападать на Киев не буду, говорит ему Путин, ты мне нужен, потому что ты, почесывая его за ушком. Ты, говорит, я тебя держу вот здесь, как знамя белорусского, как президента, это я тебя здесь держу, ты понимаешь? Поэтому ты должен идти со мной. Лукашенко ему отвечает, ну, хорошо, я пойду с тобой, но сзади. Ну, ладно, хорошо, договорились, ты пойдешь за мной, но сзади. То есть, ну, я не знаю, я не воспринимаю реально Лукашенко больше, как человека, который какое-то решение принимает, но если он послал, выбрал женщину, которая будет его преемницей, то точно ее выбирал не он. Я думаю, все, забудьте про Белоруссию. Беларусь в данный момент является частью Российской Федерации, и так это надо рассматривать. В момент, когда Белоруссия станет независимой, и мы все надеемся на это, да, то вернутся те ребята, которые сейчас мучаются в тюрьмах, те, которые воюют на украинской стороне против российской армии, те, которые помогают беженцам, они их, там, они их и в Вильнюсе много, и в Варшаве их много, этих ребят, и тогда Белоруссия станет другой независимой страной, когда они тут, наконец, избавятся вот от этой, всей вот этой российско-лукашенковской фигни. Но, я вот, знаете, я вообще, сейчас, я меньше внимания обращаю гораздо на заявление Лукашенко, потому что мне кажется, что его в счет, его вообще, вот, я уверен, что Герасимов, у него есть карт-блан, сделать все, что он хочет в России и Белоруссии. Вот, 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 абсолютно в этом убежден. Ему не надо спрашивать Лукашенко, можно иметь ее. Савик, хочу с вами обсудить следующую тему, как с человеком, который очень любит футбол. На этой, на этой неделе произошло событие экстраординарное. Футбольный клуб «Шахтеры» Ренат Ахметов совершили самый дорогой в истории украинского футбола трансфер, продав в Челси украинского футболиста, выращенного «Шахтером», «Мудрика» за рекордные 100 миллионов долларов. Более того, Ренат Ахметов после этого выделил из этого трансфера 1 миллиард гривен, то есть рекордные 1 миллиард гривен, для того, чтобы отдать эти деньги на то, чтобы воины, защищающие Украину, воины, защищающие Азовсталь, могли восстанавливаться, лечиться, на помощь их семьям и на другие их нужды. Ну, смотрите, Мудрик хороший игрок, ну, перспективный, скажем так, скоростной, неплохо владеет мячом, ну, в общем, и он на вот последнем этапе Лиги чемпионов до чемпионата мира, да, то есть до ноября. Я смотрел несколько матчей Шахтера, он себя реально очень хорошо показал, и в принципе, понимая сейчас ситуацию Шахтера, что украинского внутреннего чемпионата по-настоящему нет, то есть, ну, есть попытки, но там я слышал о матчах, которые играются, там, понимаете, играешь матч, и тебе звучит там 20 раз сирена, ну, не 20, ну, 5 раз сирена, да, и надо матч останавливать, и, в общем, да, это не совсем чемпионат, и я думаю, что руководство Шахтера, ну, и президент Ахметов, они прекрасно понимают, что не скоро восстановится украинский футбол, что это не так, то есть, это как раз то, что не восстанавливается сразу, вот, если мы даже возьмем пример Хорватии, да, вот, Хорватия футбольная восстановилась, скажем, после вот этих, после войн там 90-го года, 91-го, 92-го, да, вот, вот она восстановилась в футбольном смысле в 98-м году, это когда на чемпионате мира во Франции, ну, было уже видно, что Хорватия, вот, как по-футбольному, по-футбольному она восстановилась, скажем, Венгрия, которая там в 50-х годах, она была великой сборной, да, после вот, после 56-го года против, после, когда вошли советские войска и вообще там уничтожили все, 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 все диссидентство и спорт и все, что хотите, до сих пор не восстановилась в футбольном смысле, ну, там, лучше, но еще до сих пор до конца нету, нету вот той вот золотого поколения, которое там было в 54-м. Значит, и я думаю, что Шахтер сделал правильно, потому что Мудрик должен расти, он должен, он должен, да, это, а где ему, в Украине уже сложно расти, да, вот, это одна причина, а в Челси он может расти, потому что это еще не игрок уровня, не знаю, ну, сейчас, я не знаю, в общем-то, цена очень высокая, но, тем не менее, он игрок перспективный и сейчас самое время ему начинать расти по-серьезному и уже делать международную карьеру. Нет, я как бы, я понимаю логику Шахтера, я понимаю финансовую логику Шахтера, потому что Шахтер должен сам себя содержать, да, у Шахтера все же есть клуб, есть игроки, есть зарплаты, которые надо платить, там, травмированных восстанавливать и лечить, в общем, там много всяких задач у футбольного клуба, и поэтому бюджету клуба это помогает, и то, что Ренат Леонидович выделил деньги из этого вот трансфера на гуманитарные нужды, это очень-очень хорошо. Я считаю, что это положительная новость, вот с моей точки зрения, да, это положительная и для самого Мудрика, во-первых, во-вторых, для 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 и для Украины в каком-то смысле, потому что все равно сборная будет продолжать играть, и все равно мы будем от сборной ждать чего-то, да, и вот Мудрик такой, ну вот, знаете, вот, ну, это вдохновляющая новость и для тех молодых пацанов в Украине, которые хотят добиться, и вот они равняются, вот их, их, такой же пацан, как они, который вот добивается такого, плюс, конечно, положительная новость, потому что огромная сумма помощи для наших воинов. Да, 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 нет, нет, это как раз хорошая новость со всех сторон, со всех сторон. Савик, мы с вами на прошлой нашей программе пообещали обсудить самое интересное из, сейчас поменяем тему, вот к международным новостям пойдем, обещали обсудить самое интересное из реально, наверное, самых скандальных после мемуаров принцессы Дианы, вот сейчас мемуары ее сына, принца Гарри, которые стали бестселлером, в первый же день открытия, продаж книги около двух миллионов, по-моему, экземпляров там продалось, это очень много, беспрецедентно много, но для тех, кто не читал, я скажу буквально пару слов о том, что... Вот я не читал, я не читал, еще. Вы еще не прочитали, купил, но не прочитал. Тогда мы оставляем это обсуждение на, может быть, следующую или программу, когда вы прочитаете, ну, чтобы уже подробно подойти и подробно обсудить самое интересное. Савик, что вы порекомендуете нашим зрителям посмотреть или почитать на этой неделе? Ну, вот, я на прошлой неделе советовал посмотреть, значит, «Полночь в Париже» у Диалона, ну, чтобы немножко так расслабиться. сегодня я предложу фильм потяжелее, но фильм, с моей точки зрения, ну, шедевр кинематографии. Есть такой режиссер, не все поколения его знают, не все его помнят, тем более, что в советские времена он не был сильно популярен в Советском Союзе, я не помню, потому что он такое диссидентствующее лицо, да, Лукино Висконти, да, Лукино Висконти великий режиссер, реально вот великий, с моей точки зрения, потому что любой фильм, посмотришь его, это реально, это вот как-то отдельное полотно, и вот я предлагаю посмотреть его фильм, я не помню год, это честно, да, то есть «Падение богов», значит, этот фильм, там очень хорошие актеры играют, там вообще весь сценарий очень хороший, он очень красиво сделан, это фильм о том, как приходит фашизм, да, то есть вот, да, аристократическую семью, семью больших там производителей, там, олигархов, скажем, скажем, да, вот, вот, как олигархи, вот, как олигархи становятся фашистами, как меняются взаимоотношения между сыном и матерью, между братьями, да, но он, реально, он очень красивый, мне даже словами сложно, трудно передать, но, но, но это вот именно то, вот, извращение, которое должно произойти внутри человеческой души, чтобы дойти до национал-социализма, да, это вот такое, ну, очень красивый фильм, реально очень красивый фильм, да, и вот, я бы этот фильм посоветовал, к примеру, я же, я ведь не гонюсь за чем-то новым, да, мы видим, что на Нетфликсе, кстати, да, вот там были у нас отклики, Леся, я там смотрел, что людям, некоторым людям понравился сериал Фауда, да, израильский, так вот, сегодня выходит на Нетфликсе четвертый сезон, сегодня, да, они его долго делали, ну, ну, ковид, понятно, ковид, там, монтаж и так далее, да, выходит сегодня четвертый сезон, да, это, я не знаю, знаете, обычно по сериалам это первый сезон, там, второй, третий, обычно первый сезон все равно самый лучший, вот, чаще всего, потом уже как-то не так, часто так бывает, но этот сериал исключение в том, что было три сильных сезона, поэтому, может быть, и четвертый будет сильный сезон, это вот, что касается сериалов, вот, а падение богов, это такой, ну, это, он, он очень актуальный, конечно, он очень актуальный, если всмотреться, да, то тут он очень актуальный, но для российских зрителей, я думаю, что очень актуальный, Для российских очень актуально. Для российских супер актуально, абсолютно. Ну и потом режиссер, конечно, уровня. Я почему, я говорю, я больше предлагаю из прошлого, но из самого нового, потому что, я не знаю, мне кажется, что некоторые фильмы, вот есть фильмы, вот как некоторые книги, просто их лучше их посмотреть и прочитать. То есть, ну, будешь более просвещенным. Вот с этой точки зрения. Савик, спасибо вам большое. Спасибо вам. Извините меня, пожалуйста, за все эти технические трудности. Я не знаю, что-то произошло. Спасибо нашим зрителям, которые сегодня нас смотрели. И, пожалуйста, приходите к нам в следующую пятницу, в 18.00 по Киеву. Мы с Савиком будем вас ждать. Надеемся, что будем обсуждать вдохновляющие новости в следующую пятницу. А то, что будет, что обсудить, это 100%. Да, спасибо, Леся. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Спасибо большое. Всего вам доброго. Хорошей недели. До пятницы. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Продолжение следует...